На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, как защитить детей от исключительного устремления к деньгам. Прежде всего, родители не должны жить этим исключительным устремлением. Прежде всего, для родителей должны быть ценности, которые не продаются, не покупаются. И ребенок должен видеть твердость родителей в этом вопросе. Однажды меня научил маленького, мой папа. Проходя мимо нищего, который сидел у вокзала, он опустил руку в карман и достал столько денег, сколько осталось в руке. Хотя мы не жили богато никогда. И там было больше. Там, может быть, полтора рубля было мелочью. Тогда это большие деньги. Это там шесть пачек мороженого или семь. Для нас большие деньги. И он отдал. А я пожалел об этом. Он говорит, Федя, ты вот так периодически делай. Опускай руку в карман и отдавай, сколько попадется. И если в тебе будет жалость, это очень плохой признак. Значит, ты не свободен. Вот отец мне говорил, когда он еще не был даже крещеным. Понимаете, вот эта культура внутренней свободы, отсутствие этого плена финансового, это очень важно. Конечно, если дети будут это видеть в своих родителей, что счастье и радость от общения друг с другом заменяют вполне себе отдых в дорогом отеле или какую-то дорогую поездку. Что это больше, что это важнее. Я никогда не забуду, в начале 90-х я ходил преподавать в одну общеобразовательную школу, то, что сейчас называется основа православной культуры. И вот там одна была прекрасная русская женщина-преподавательница, с которой как-то наладился такой контакт. И вот год я отходил, а потом она, я прихожу, у нее глаза красные зареванные. Вот мы с ней разговаривали, и она говорит такие слова, «Будь проклят тот день, когда мой муж-инженер решил заниматься бизнесом». Я говорю, что случилось? Говорит, потому что у него все удачно, у него любовница за любовницей. А мне он говорит, заткнись, я тебя кормлю, ты живешь в золотой клетке и будь счастлива, а то я у тебя отниму детей при разводе. Понимаете, вот эти слова, «Будь проклят тот день, когда мой муж разбогател». То есть пришли деньги, и пришло несчастье, пришла беда. Хотя мужу, может быть, кажется, что это не так. А дети как в этом вырастут? Поэтому важно, чтобы дети, вырастая, видели, что, ну да, вот этого мы не можем, этого не можем. Я все детство, я помню, донашел обувь за кем-то. Мне только в 10 классе первый раз в жизни купили мои собственные ботинки. Ну и что? Потому что мои отношения с родителями намного глубже и счастливее, чем отношения большинства моих одноклассников, как потом оказалось. Потому что родители нами занимались, они общались с нами. Выходные и отпуска все проводили с нами. Вот поэтому в этом счастье. Тогда ребенку это легко объяснить. А если папа бьется за каждую возможность заработать, и любое лукавство согласен ради заработка, тогда вы ребенку не объясните, что деньги — это не главное в жизни. Но вспомним слова Христа, что мы не можем служить Богу и мамонне одновременно. Не можем, не получается. Если деньги — главное в нашей жизни, Христос никогда не будет на первом месте. Потому что мы им будем жертвовать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...